Описание представленных томограмм пациентки 1976 года рождения от 28 июня 2019 года. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, умеренно не расширены. Третьи и четвертые желудочки мозга не изменены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мост таможечковые углы свободны. Сильвевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, минимально расширены. Преимущества субкортикально, пара и суправентикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 5-6-8 мм, без перифокального отека, более вероятно, дестиркуляторного характера. Тенденция к слиянию не выражена. Минимально расширенное перевоскулярное пространство верхового робина. В мозолистом теле патологические очаги не выявлены. Краниоспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. Средняя третья носовая перегородка смещена вправо на 11 мм. Заключение. МР-картина дестиркуляторной энцефалопатии. Искривление носовой перегородки. Рекомендованная МРТ с контрастированием для уточнения характера очагов. Врач-регинолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов. Заведующий Центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры ручевой диагностики ССГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-регинолога. Добрый день. Для уточнения характера очагов необходимо провести исследование с контрастом, указав регинологу, что вы исключаете рассеянный склероз. Так в целом у вас, как ранее писали коллеги, множественные очаги глиоза в головном мозге. С очагами вам нужно к неврологу обратиться. Кроме того, есть значительное смещение носовой перегородки. Ее нужно ровнять. Вам легче и дышать станет, и жизнь будет лучше. Вопрос к пациентке. Доброе утро. Еще раз спасибо за заключение и оперативность его предоставления. Хотелось бы уточнить один момент. В рекомендации указано, что необходимо МРТ с контрастированием. Однако предыдущее обследование делали также с контрастом. Причем дважды в вену вводили препарат. На снимках не отображается, что МРТ было с контрастом. Ответ рентгенолога. В представленном исследовании серии с контрастом нет. Тут возможны три варианта. Первый. Контраст не вводили. Второй. Вводили, но не попали в вену и, соответственно, исследование не получилось. Третий. Серии с контрастом не записались в исследование. В любом случае достоверно накопление контраста очагами не оценить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова